Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 11 февраля, день Игнатия Богоносца. Во время римского императора Трояна он был епископом Антиохийской церкви. Своё прозвище он получил за то, что сам Иисус Христос брал его на руки. Повзрослев он был учеником Иоанна Богослова, а далее и епископом. За отказ принести жертву языческим богам его осудили. Он смело отвечал царю Трояну. За смелые речи, твердую веру его осудили на сиденье с зверям. На него выпустили голодных львов, которые его растерзали и съели, остались одни кости. Сегодня отмечали память мученика Игнатия Богоносца и святого Лаврентия. Народ молился этим святым, чтобы они избавили от болезней глаз. День считали опасным. Постились и защищались. Защищались от ведьм, которые сегодня приходили для того, чтобы уничтожить людей. Поэтому сегодня, начиная с темноты и до самого рассвета, по всему периметру дома втыкали в веточки чертополоха. Приметы. Народи говорили, как на Игнатия Богоносца аукнется, так в августе откликнется. По февралю-август. Внимательно наблюдали за луной. Если красноватая луна, значит будет сильный ветер. Если месяц только рождается, то какая погода была при рождении месяца, такая будет всю первую половину марта. Если полнолуние, то такая погода будет вторую половину марта. Предсказывали погоду и по дыму из трубы. Если идет коромыслом, значит жди скорого тепла. Народи говорили, февраль и теплом приласкает, и морозом отдубасит. Февраль изменчив-переменчив. То январем потянет, то мартом проглянет. Если сегодня жена легонько ударит мужа по щеке подручным предметом, то он к ней будет ласков и не будет изменять. И, кстати, почему он использовал вот такие вот компоненты, как морковка. Здесь имеется и грубая клетчатка. В черносливе содержится такая нежная клетчатка. Все это необходимо для того, чтобы было в хорошем пищеварении. И плюс это все еще сочетается у нас с орешками. Так, это ты второй готовишься. И теперь смотрите, что мы сюда добавим. Если в этот мы будем добавлять мед, в этот сгущенное молочко добавляем. А как вот сгущеночка работает с черносливом? Много ее добавлять не надо, так как это вареный продукт. Я думаю, что никаких расстройств не будет возникать. А все будет нормальненько. То есть здесь мы еще как бы добавляем вкус для того, чтобы еще блюдо это оказалось не только полезным, но и вкусным. Как я и рассказываю на целебной кулинарии, чтобы наши блюда были не просто целебными, но и вкусными. И, оказывается, рецептура должно уже было до нас разработано. Я вот сюда добавлю лимон, чтобы яблочко не окислялось. Хорошо, хорошо. Добавляйте лимон. А вам надо лимон? Или уже нет, наверное, с молоком? Наверное, не надо, да? Не надо. А, ну нам же самое главное. Проросшую пшеницу надо положить. Она, между прочим, засыхает, так что тут надо пооперативнее. Кстати, попробуй без проросшей пшенички. Вот у тебя ложечка есть. А потом с проросшей пшеничкой. Ну-ка. Что мы получаем? Вот мы иногда получаем такие продукты, которые трудно найти, даже где пирожные делать. То есть такие сочетания есть. Ну, это прям вот черносливный десерт шикарный. Слишком много чернослива не надо. Проросшая пшеничка добавит витамины группы В. Все это у нас оживает. И получается, для детей, знаете, вот лучше всего кишечник будет работать, перистальтика снабжаться полностью по всем. Мне кажется, в наши дни у детей как раз все нормально с перистальтикой. А вот взрослым... Ну и тем более, особенно пожилым людям. Да, и людям в городах с таким ритмом, я имею в виду. Ну что? Так, а вы сколько добавили? Ложку? Ложку, да, больше не надо. Геннадий Петрович, у вас вкуснее! Да ты что? Попробуйте. Ну, может, помешайте вы, пожалуйста. Давайте. И давайте еще чуть-чуть. А то как-то что-то... То ли лимона много. Давайте. Попробуй. Вот это завтраки Бэннера. Так это можно использовать и в качестве лимона. И для тех, кто хочет сохранить свою фигуру стройной, или наоборот сбросить лишние килограммчики. Если вы захотелось, вот этого покушали, сразу у вас произойдет насыщение, и вы не будете переедать. Как мы сказали, пища, лишенная энергии и неправильное сочетание минеральных веществ в результате термической обработки, в результате рафинизации, способствует тому, что ее съедается гораздо больше, чем надо. Тоже нормально? Попробуй. Стало. Вот теперь получилось то, что надо. Приложил мастер руку. А? О, вкусненько. Замечательный вкус. Ребята, надо тщательно перемешивать. Я поняла свою ошибку. Тщательно перемешивать, да. Сруктурная кислота соединяется, и получается очень-очень интересное. И послевкусие такое. Инатолий Петрович, когда мы с вами договорились, что вы покажете эти два завтрака бэннера, я, конечно, для себя задалась вопросом, а что вкуснее? А нет, атлета. То есть он есть. Вот это по четным, а это по нечетным. Или наоборот, они очень вкусные. Они оба, во-первых, они сладенькие, вот для сладкоежек. Причем сладость это правильное. Здесь мед... Нету притерности. Нету притерности. А здесь сладость идет не от сгущенки, тут ее было две чайные ложки, а именно от самого чернослива, который еще вымочился, ну то есть прям совсем вот вернулся. И менталь какой-то придает свой особый вкус, что трудно сказать, что это там такое, но получается очень-очень... Поразительно. Вкусно. Я думаю, для спортсменов это великолепная смесь будет. Мне даже, знаете, что захотелось, потому что у нас все-таки кухня в кухне, мне захотелось вот прям даже увидеть столовую. Вот если у нас еще осталась буквально минутка, я хочу это красиво-красиво положить, чтобы вот любой человек, который, допустим, против... Ну, против здорового питания, конечно, мало найдется людей, но вот бывают же люди с привычками старыми, скажут, чего я там черносливом, какой-то тертой там проросшей пшеницы, чтобы я... Мы сейчас так вот красиво как-нибудь положим, чтобы он не знал, что это такое. Дело в том, что это влияет на здоровье, на работоспособность нашей сердечно-сосудистой системы, на эндокринную систему, очень хорошо поднимает жизненные силы организма, давая тонус. То есть, где мы действительно возьмем тонус из шоколада или там из сахара, тонус можно только взять из продуктов, которые обладают повышенным содержанием солнечной или живой энергии. Вот она, проросшее зерно, пожалуйста. А вот скажите, пожалуйста, есть ли противопоказания? Я думаю, что противопоказаний здесь оно не такое уж сладкое, практически нет. А, то есть противопоказания могут быть связаны только с сладким вкусом? Со сладким вкусом, больным там, с сахарным диабетом, но здесь все настолько сбалансировано, что это можно съедать. Смотрите, сколько клетчатки. Очищается желудочно-кишечный тракт. Так, может быть сюда какую-нибудь дольку мандарина положить? Как хочешь. Как хочешь. Это же женщины, наверное, любят мандаринки и так далее. Мне что, любят сосиски. Морковку. А, давайте, может быть, кунжутиком вот этого, говорите, оставлять, да? Ну, допустим, да, добавить кунжута. Ну, это уже слишком, это уже будет другого блюда. Это очень-очень вкусно. И невероятно полезно. Делайте блюдо Бюрхера Беннера и будьте здоровы, смотрите нашу целебную кулинарию. Спасибо, Геннадий Петрович, за вот эти рецепты. Восемнадцатые лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спать. Энергии в теле мало. И это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, очевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очевидных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. 19-е лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обращению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутиной. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная.